Всем привет! Меня зовут Марина, и это видео будет про покупки одежды, аксессуаров, даже есть одна единица обуви. Те, кто, может быть, впервые попал на мой канал, хочу сразу сказать, что я не модная чика, я не слежу, если честно, за новинками, не гонюсь за брендами. Так как у нас была распродажа, я подумала, почему бы что-нибудь не прикупить себе, потому что всё-таки есть хорошие вещи, и я очень люблю распродажи, вы знаете. Уже много что закончилось, и все самые ходовые топовые модели уже всё раскупили, но я кое-что успела ухватить. Ну и перед тем, как начать рассказывать вам про свои покупочки, хотела бы быстренько рассказать вам про кэшбэк-сервис. И приложение называется SmartySell, которое можно скачать как на Android, так и на iOS. В SmartySell есть более 1100 любимых магазинов, в том числе Ozone, LaModa, самые-самые известные, популярные. Я всегда пользуюсь и всегда возвращаю денежки с заказов. SmartySell предоставляет выгодные комиссии до 50%, а также у них есть круглосуточная поддержка, которая всегда поможет заказам. Ссылочку я оставлю, конечно же, в описании. Скачивайте и возвращайте денежки с покупок. Первое, что я хочу начать, с покупки вот такой вот летней сумки. На самом деле я уже готовлюсь к летнему сезону, и когда я увидела, что в Заре продаётся вот такая вот сумочка, я решила её взять. Очень хотела давно сумку бочонком. Вот так вот выглядеть. Затягиваем, и, собственно, всё закрыто. Вот так вот это всё дело носится. Можно просто вот так вот на руку повесить и пойти куда-нибудь на пляж. Стоило на 1000 рублей всего. Напишите, как вам такой вариант. Следующая сумочка, которую я взяла, это уже в магазине Mango. На самом деле на сайте я подумала, что она реально большая, и, ну, я думала, она вот такая большая сумка, и я хотела её для того, чтобы класть туда фотоаппарат, какие-то штативы, если я куда-то выезжаю, так скажем, выездные съёмки. Но когда она пришла, я увидела, что она маленькая, и, если честно, даже больше обрадовалась, потому что она мне безумно понравилась. Вот тут, видите, открывается, и всё. И внутри как бы тут всё вот открыто. Единственное, посерединке вот такая вот молния. Ну, и сюда можно положить там какие-то карточки, кошелёк, чтобы вот совсем, знаете, было не открыто всё. Также есть вот тут такой кармашек. Такой, знаете, летний вариант. Цвет, кстати, не чёрный, а такой тёмно-тёмно. Ещё одна покупка была в Zara. Это вот такие вот крутые кроссовки. Ухватила я их за полторы тысячи. Стоили они четыре. Я на сайте давно их присмотрела. Я тут увидела, что есть мой 38 размер. Я быстренько в корзину кинула, заказала вообще. На самом деле, кроссовки яркие такие, разноцветные, летние. Когда они ко мне пришли, я подумала, боже мой, они мне реально большие, потому что вот я так приставила ногу, и у меня где-то вот так вот. То есть я подумала, всё, придётся делать возврат. Как только я померила, я поняла, что они мне прям чётко подходят по размеру. Просто модель сама длинная. Они мне подошли вот такие лыжи, представляете? Повторюсь, просто кажется, из-за того, что такая модель, они такие большие, огромные. Такие вот кроссовочки, напишите, как вам. Ещё из аксессуаров я в магазине Reservid купила вот такую кепку. Я давно её хотела. Не знаю, как правильно её носить. Кстати, подходит под мои фиолетовые типа волосы. Там есть тоже разные размеры. Я взяла М-ку, но мне кажется, она мне велика. Надо было всё-таки брать С-ку, но я вообще как бы в головных уборах, в размерах не разбираюсь. Взяла просто М-ку. Но мне кажется, надо было С-ку брать, потому что она мне налазит прямо на уши. А может быть, так и должно быть. Напишите. Йот-нет. Как вам? Следующие покупочки будут. Это одежда. Одежды было немного, но всё же есть, что показать. Это такая вот футболочка. Дерзкая. Хэштег. Мне очень понравилась надпись, конечно же. Обычная футболка хлопковая, 100%. Купила в Манго. Просто в Манго на распродаже можно много купить базовых каких-то вещей. И если вдруг кто ищет какие-то обычные такие футболочки или кофточки... Вот сейчас я вам покажу. Вот такая вот кофточка, тоже 100% хлопок. Просто вот как базовая вещь, знаете, отделы и пошёл. Обычная серая кофточка. Вот так вот на каждый день надеться с джинсами и побежать там с ребёнком куда-то. Очень люблю такие вещи. Самое главное, что 100% хлопок. Я люблю Манго тем, что там зачастую очень хорошее качество. Да, там и подороже будет. Но всё-таки H&M для меня практически уже я его похоронила. Потому что там всё с синтетика. Так же, как и InCity. Что у нас ещё есть? Тоже резервит. Очень много синтетики. Просто акрил, акрил, акрил. У меня кожа не дышит. Я потею, как свинья просто. И следующая вещь тоже из Манго. Это такая вот блузка с ласточками. Это 100% вискоза. За 1000 рублей. Потому что за 1000 в том же H&M найдёшь, повторюсь, только акрил. Меня это бесит и раздражает. И я считаю, что лучше покупать старые коллекции с продажем, но хорошего качества. Кто там за этими коллекциями следит? Ну, несерьёзно, да? Обязательно размерчик поменьше. Но я взяла М-ку, чтобы летом эта кожа дышала, чтобы было не в общак. Я люблю, когда всё такое свободное и болтается. Ещё одна покупочка была тоже с Манго. Просто я, когда увидела на сайте, я в это платье влюбилась. Но единственное, что меня останавливало, я переживала, что просто оно мне не пойдёт. Мне казалось, что такие модели просто мне не идут. Но я ошибалась. По крайней мере, мне очень понравилось. Это размер М. Тоже вот такое вот шикарное платье. В таком, знаете, в таком ретро-стиле, я бы сказала. Мне кажется, если я надену такое платье и пойду гулять по Невскому, и добавлю какой-то чёрный фильтр, мне кажется, я вернусь назад, там, не знаю, на сто лет. Мне так кажется. Напишите, как вам такое платье. Идёт мне такой в стиле или нет. Надо всё-таки что-то пробовать новое. И с балетками вот так вот прогуляться по вечернему Питеру. Покажу то, что я купила уже давненько, но многие спрашивали, потому что и влоги, к сожалению, не все смотрят. Это вот такой вот свитер. У меня очень много фотографий с ним. Видео я в них мелькала. Спрашивали, откуда этот свитер. Это Зарина. Очень объёмные такие рукава. Крупная вязка. Очень мягкий, несмотря на то, что это всё-таки полистер. Но, вот как вам сказать, я не люблю, когда у меня в обтяг подмышка, так скажем. Если вы понимаете, о чём я говорю. У меня в свитере кожа дышит. У меня тут всё свободно. Нигде ничего не приедет, не потеет. Потрясающий свитер. Очень тёплый. И смотрится, конечно, всё. Ну и последняя покупочка, которая была тоже совершена в Зарине. Как-то я снимала видео с покупками фикс-прайса. В нём мне написали, Марина, ты его там в пиджаке такая строгая. Ну, во-первых, это пиджак. Мне кажется, он всегда как-то делает более официальный вид, что ли. И не знаю, почему-то как-то многим не понравился мой образ в этом пиджаке. Он длинный. Видите, прикрывает попу. Очков не хватает, да? Нету карманов. Это, по-моему, единственный минус. Ну, да ладно. В комплекте, кстати, шла ещё запасная пуговичка. Обязательно её сохраню. Мало ли, знаете, бывает такое, что оторвётся и всё. И какую сюда пуговицу такую красивую не найдёшь. Вот такие вот были покупки. Повторюсь, я не модная чика. Очень интересно почитать, какие вещи вы покупаете, в каких магазинах. Чаще всего это бывает. Оцените все эти вещи. Что вам понравилось, что не понравилось. Так что давайте обсуждать, общаться. Я всегда люблю обратную связь. И не забываем, в конце напомню, что кэшбэк-сервис SmartySale ждёт вас. Скачиваем и экономим на покупочках. Я всегда это делаю. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok